Девушки отдыхают Девушки отдыхают Каждый день сюда, в детскую телевизионную студию, пишут сотрудники большой корпорации. Профессионализм в компании измеряется не ростом и возрастом, а опытом и мастерством. Я тебе ещё раз говорю, эту камеру кладёшь на плечо, да не на это плечо. Однуку продеваешь сюда и нажимаешь на кнопочку. Понял? Есть свои мастера, наставники и новички-стажёры. Одни активно пишут, снимают, монтируют и выходят в эфир. Другие, сидя за партами в медиашколе, осваивают телевизионную грамоту. Стендап – это не шоу на канале, это корреспондент в кадре. Мы записываем, корреспондент в кадре. Вот это стендап. В Краснодаре что ни выходной, то пикник. И сегодня в парке «30-летие Победы» собрались люди, которые не на шутку увлечены технологиями. Меня привело на пикник не увлечение техникой, а любопытство. Интересно узнать, что это за слово такое «гик». Оказывается, так называют людей, которые углублённо изучают ту или иную сферу. Безусловно, это один из элементов популяризации науки. Фактически здесь мы представлены ноль плюс. То есть с семьёй можно прийти и показать уже сегодня ребёнку, нашим детям, что заниматься наукой, образованием не скучно, а интересно и увлекательно. Я услышала на пикнике необычные звуки, и они доносятся отсюда. Расскажите, пожалуйста, что это за такой необычный инструмент? Здравствуйте. Инструмент называется терминвокс. Его придумал в 1920 году наш выдающийся учёный, физик Лев Термен. А можете меня, пожалуйста, научить на этом пользоваться? Одна антенна отвечает за громкость и звуководействие лечения. Вторая антенна отвечает за звуковысотность. Чем ближе вы подносите руку к инструменту, тем выше звук. А это 3D-принтер. Этот аппарат может написать всё, что угодно. Я думаю, что в скором времени он появится в каждом доме. Интерес к технике и роботам в нас заложен с детства. Помните, как было интересно узнать, что находится внутри игрушки? У некоторых это любопытство переросло в необычное хобби. А этот молот, он очень тяжёлый. Сколько ты его делала? Я его делала достаточно долго, и он очень тяжёлый. Если хочешь, можешь взвесить. Можно, пожалуйста, спасибо. Как вы его так держите? Главное правильно держать. Можно попробовать? Вот здесь держи. Да, это нелёгкое дело быть косплеером. А вот здесь ребята рисуют. Но не на бумаге и не ручкой, а на графическом планшете и со стилусом. Интересный процесс, но писать карандашом привычнее. Технологии, как и время, не стоят на месте. Интересно, что ещё придумают в будущем, когда кажется, что уже и так всё изобретено. Здорово, когда у человека есть увлечение, в которое он может погрузиться с головой. Я желаю каждому найти ту сферу, в которой он может считать себя гиком. Ирена Целаксовиди специально для всех по-взрослому. Жизнь в нашей медиа-семье напоминает пчелиный улей. Здесь каждую секунду что-то происходит. Вот, например, Камила в позе лотоса. Я люблю Краснодар. За что я люблю Краснодар? А если она раздлина с другого ракурса? Вверх ногами. Мальчики, помогите. Я люблю Краснодар. За что я люблю Краснодар? Есть! Есть идея! Мальчики, помогите. 224 года. Много ли это или мало? Для города совсем немного. Краснодар в рассвете сил. Больше двух веков он растет, крепче, развивается и с каждым годом становится краше. Как поется в одной песне, нет человека, что не полюбил этот город, даже раз попав сюда. Я люблю Краснодар за то, что здесь я родилась. И здесь живут мои друзья. Первые самостоятельные шаги, первые успехи, первые победы. В этом городе детство настоящее, беззаботное и счастливое. Я люблю Краснодар за то, что здесь тепло почти круглый год. Тени деревьев прячут прохожих от пающего солнца. Город утопает зелень, а пестрые клумбы радуют глаз. Мало какой регион может похвастаться такими соседями, как море, горы и бескрайние поля. Я люблю Краснодар за его необычные памятники. Город похож на симпиоз мегаполиса и казачьей станицы. Узкие улочки переходят в широкие мостовые, а низкорослые дома с историей переплетены с современными высотками. Я люблю Краснодар за то, что здесь живут талантливые люди. Музыканты и актеры, продавцы цветов и мороженчики, водители авто и прохожие, которые не спеша гуляют по улице Красной. Говорят, что южных людей видно издалека. Наверное, выдает блеск глаз и бронзовый загар. Краснодар – город счастливых людей. У Краснодара день рождения, а я без подарка. Но ведь главный подарок – это моя любовь к нему. Это Мила Ханеевич, специально для «Всё по-взрослому». А это заседание кругового стола журналистов. Здесь царит рано праве, всё как в рыцарские времена. Каждый может высказаться. Правда, на этом сходство с рыцарями заканчивается. Решение принимает всё равно шеф. Так, ребят, стоп. Как я сказала, так и будет. А я говорю, что интеллектуальная программа на канале необходима. Мы должны зрителя воспитывать и не только развлекать. Всё, в викторине быть. Давайте, девочки, мальчики, вперёд в народ. Работаем, всё будет хорошо. Люди на улицах неохотно отвечают на интеллектуальные вопросы. Найти желающих будет очень трудно. А вы постарайтесь. В своё время город Краснодар посещали многие творческие личности. Музыканты, поэты, актёры. И у каждого из них складывалось своё впечатление о городе. Но известно ли прохожим, кому принадлежит фраза «Краснодар не собачья глушь, а собачкина столица»? Могу в помощь. Наверное, Чайковский может быть. Нет. Чайковский может быть. Может быть. Я не помню. Да, возможно. Пускай будет Айвазовский. Я думаю, второй вариант. Скорее всего, первый. Ну, наверное, всё-таки Маяковский. О, ну вот, хорошо. А в следующем выпуске подготовьте материал, почему же Маяковский называл Краснодар собачкиной столице. Так ведь уже сделали. Вот сюжет Алены Толстовой. Умеете работать, когда захотите. О свирепости февралии, Про метели, про заносы, Про мороз розовоносый, Солнце жжёт Краснодар, Словно щёк краснота. Красота! Интересно, предполагал ли поэт, Что через много лет герои его произведения Станут одним из любимых памятников краснодарцев. Пара собачек на пересечении улиц Красной и Мира Каждый выходной собирает возле себя прохожих, Которые также не спеша прогуливаются по главной улице города. И у туриста обязательно найдётся пара фотографий С очаровательными созданиями. Памятник собачкам появился в 2007 году. Такими их увидел скульптор и художник Валерий Пчелин. Героев он одел по последнему писку моды. Интересно, Мэгги, а тебе подошло бы такое платье? События происходят в 30-е годы прошлого столетия. В то время в городе действительно было много собак. Легенда гласит, что одна из них укусила Маяковского На Краснодарском вокзале. По другой версии, псы устроили под окном поэта Ночной концерт, чем потревожили его сон. Так лучшие друзья человека вдохновили автора На написание строк. Бегут, трусят дворняжечки, мохнатенькие ляжечки. Лайка лает, взвивший нос, на прохожих ванечек. Пёс такой уже не пёс, это ходуванчик. Легаши, сетера, мопсики, эцетера. Даже если пара луж, в лужах сотня солнц юлится. Это ж не собачья глушь, а собачкина столица. Памятник отлит из меди, но некоторые его части сверкают словно золото. Кто-то сказал, что если потрогать нос или лапу собаки, то твоё желание непременно сбудется. А мы с Мэгги тоже не будем нарушать традицию. У Аленова что твоя псинка одета? Да вот вчера лапкой памятник потёрла. Вот её желание и исполнилось. А вот как теперь это снять? Такую жару, не знаю. Ладно, пока, Дим. Пока. Пока, пока. Пока. Вот и прошёл ещё один рабочий день. Завтра наступит новый. Увидимся, пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»